Друзья, всем привет! На связи, как всегда, Клауд Гео и сегодня мы поговорим о проекте, на котором можно заработать без каких-либо вложений. Я уверен, вам понравится эта игра, поэтому внимательно смотрите это видео. А перед тем, как мы начнем, по традиции, хочу порекомендовать вам свой телеграм-канал. Здесь я даю намного больше информации по поводу NFT-проектов, выкладываю закрытые видео, которые не выходят на моем YouTube-канале, делюсь своими стратегиями, рассказываю, в какие проекты я захожу, какие NFT я покупаю и многое другое. Телеграм-канал абсолютно бесплатный, поэтому вы можете подписаться на него и подчеркнуть для себя много всего интересного. Ссылка будет находиться в описании к этому ролику. Что ж, давайте приступим. Проект называется Avi Gochi и, честно говоря, моя личка просто трещала по швам от сообщений, которые вы мне прислали с просьбой записать видео об этом проекте и именно поэтому вы его сейчас смотрите. Проект находится на сети Polygon, это достаточно непривычная сеть для моих зрителей. Мы привыкли сидеть в проектах на Vax, на Binance Smart Chain, а про Polygon у нас особо видео не было. Но, тем не менее, рано или поздно придется знакомиться с этой сетью и я вам покажу ее нюансы, расскажу, как ее подключить и многое другое. Но прежде чем мы приступим к этому, я хочу показать, в чем суть игры и как на ней можно заработать. Суть игры очень простая. Давайте перейдем в само приложение и я вам о ней расскажу. Вам нужно будет взять Avi Gochi, это такой монстр из этой вселенной и вам этим монстрам нужно будет собирать различные кристаллики. Чем больше кристалликов вы соберете, тем больший доход вы сможете получить. Все очень просто. Но вы спросите, Гео, а почему здесь мы можем зарабатывать без каких-либо вложений? Ведь Avi Gochi стоит сейчас очень дорого, тысячи долларов. И я вам расскажу. В правом верхнем углу у нас есть такая менюшка и здесь есть кнопочка лендинг. Давайте перейдем в нее и посмотрим, что у нас здесь есть. А у нас здесь есть то, что мы можем взять вот этих вот монстриков, которые называются Avi Gochi, в аренду. И владелец этого Avi Gochi тоже будет получать некий доход. Мы видим, что владелец, вот здесь написано 40%, да, тут 33%, тут 30 на 70, тут 25 на 70. В общем, в чем суть? Люди покупают Avi Gochi и сдают их в аренду для того, чтобы другие игроки смогли играть. И они делятся частью дохода, который вы получаете благодаря фарму на этих Avi Gochi. Получается, зарабатываете и вы, и владелец этого Avi Gochi, которому не нужно сидеть и собирать эти кристаллики. Получается, оба в выигрыше. Но также вы здесь можете видеть, что нам нужно заплатить за эту аренду. Вот посмотрите, здесь просят 0,5 токенов за 3 часа аренды, тут 1 токен за 1 день аренды и так далее. И вроде бы придется все равно вкладывать сюда деньги. Но дело в том, что здесь есть и бесплатные Avi Gochi, к примеру, вот он. Тут вообще нас не просят никаких денег, нам просто предлагают взять этого Avi Gochi в аренду и фармить им. То есть здесь у нас есть фильтры и мы можем поставить здесь цифру 0, отфильтровать и посмотреть, какие Avi Gochi не просят денег за аренду. Сейчас они все заняты, вот эти вот бесплатные Avi Gochi, потому что спрос на этот проект сейчас очень большой. Но тем не менее, эти Avi Gochi здесь появляются по 2-3 штуки и вчера мне удалось помайнить этими Avi Gochi на бесплатной основе. Я не вкладывал никаких денег, не покупал вот этот токен этого проекта и я смог походить, пособирать кристаллики и что-то заработать. Поэтому здесь вы сможете бесплатного Avi Gochi найти, взять его в аренду и фармить столько, сколько у вас эта аренда будет длиться. А потом взять другого Avi Gochi и точно так же фармить до тех пор, пока время аренды не закончится и вы не выведете все токены. Что важно понимать, какие здесь есть нюансы. Первое, это сеть Polygon и вам нужно будет переключить свой Metamask сети Binance Smart Chain или сети Ethereum на сеть Polygon. Как это сделать и что нужно настроить, я покажу дальше, за это можете не переживать. Также важно понимать, раз мы работаем с Metamask, значит нам нужно будет подписать некоторые транзакции и на это у нас могут попросить комиссию. Эта комиссия очень маленькая, составляет буквально несколько центов, но их нужно будет подписать для того, чтобы участвовать в этом проекте. Напомню, это все без вложений, мы не вкладываем деньги в NFT, мы не вкладываем деньги в токен этого проекта. Здесь мы можем заработать бесплатно, но подписать транзакции Metamask нам придется и для этого нам понадобится несколько центов. Чуть позже я все покажу, как это работает. Давайте сейчас я вам покажу геймплей и как здесь можно фармить. Вот, к примеру, появился бесплатный Avigochi. Вы видите, что здесь стоит фильтр 0 и здесь у нас не просят никаких токенов для того, чтобы начать майнить этим Avigochi. И давайте, собственно, приступим. К сожалению, я не успел ухватить бесплатного Avigochi. Его забрали раньше меня, пока я вам рассказывал здесь все. Я решил арендовать за токен этого проекта, за 0.2 токена этой игры. Это ничего страшного, потому что я арендовал его на выгодных условиях. То есть это неплохой срок аренды, плюс выгодные проценты по соотношению владелец и человек, который арендует этого Avigochi. Поэтому я уверен, что я окуплю эти 0.2 токена и заработаю сверху. Что нам нужно делать дальше? Мы переходим вот сюда вот. Enter to the Gochi Verse. И вот тут вот справа у нас будет этот Avigochi, которого вы арендовали. Мы его выбираем и нажимаем отправиться. После этого подписываем транзакцию MetaMask и идем. Вот так вот выглядит вселенная Avigochi. Первое, что я рекомендую вам сделать, это отключить звук и отключить музыку. Дальше, что нам нужно сделать? Нам нужно отмотать вот тут вот это приближение, чтобы мы могли видеть как можно больше. И через кнопку мыши, да, через левую кнопку мыши мы зажимаем ее и мы можем передвигаться нашими Avigochi. И нам нужно здесь бегать и искать кристаллики, которые будут валяться. Вы можете видеть здесь также других игроков. Они тоже будут искать ваши кристаллики и бороться за них. И обратите внимание, пожалуйста, нужно собирать кристаллики по приоритету. От самых дорогих к самых дешевому. То есть вот этот вот фиолетовый кристаллик, он у нас самый дорогой. Потом у нас идет синенький, потом красненький и зелененький. То есть собираем их именно по приоритету дороговизны. Сейчас давайте я попробую найти какой-нибудь кристаллик, пособирать их и показать вообще как все это выглядит. Сейчас я еще не собрал никакого кристаллика, но вы можете видеть на своих экранах портал. Это тот портал, в который вам нужно будет зайти после того, как вы соберете определенное число кристаллов для того, чтобы выйти с этой игры и чтобы это число кристаллов у вас зафиксировалось. Эти порталы, они отображаются в карте вверху слева. Они отображаются вот такими точками. И для того, чтобы выйти из игры, вы должны подойти к этому порталу и нажать кнопочку Е. Но я пока этого делать не буду, у меня пока всего 2 кристалла из 250. Это не значит, что мне нужно собрать 250 кристаллов. Это просто означает, что 250 это максимальное число кристаллов, которые я могу собрать этим авигочий. Больше он просто переносить не сможет. И таким образом вы ходите, ищите кристаллы, собираете их и получаете свой доход. Сразу скажу, что тут все зависит от того, сколько времени вы будете проводить в этой игре. Чем больше вы сможете проводить времени, тем больше ваш доход будет, собственно, составлять. Я думаю, это понятно. Также, что важно еще понимать. Тут есть фактор везения. Вам может выпадать, и вы можете натыкаться только на фиолетовые кристаллы, которые самые дорогие, самые выгодные. А можете получать иногда только зеленые. То есть тут фактор удачи тоже имеет свою роль. Но я думаю, если вам игра нравится, то вы можете просто на фоне, не знаю, на работе бегать этим авигочий, собирать кристаллы в свое удовольствие и тем самым получать какой-то доход. Также, если у вас есть дети, братья, сестры, вы можете забайтить их, чтобы все это дело делали они. И тогда у вас, по факту, будет живой бот, который будет приносить вам доход. Вот, вы можете видеть на своих экранах кристаллики. Они такие зелененькие, маленькие. Вы видите, что сразу на них все бегут и их разбирают. Вам не нужно ничего нажимать, чтобы их подобрать. Вы просто должны в них, так сказать, войти, и вы сразу получите их на свой счет. Сейчас мне не очень повезло, и все эти кристаллики разобрали раньше меня. Вот кристаллик. Опа! Мы его взяли. Вы видели, что я взял зелененький кристаллик, и теперь количество моих зелененьких кристалликов увеличилось. За эту сессию я, конечно, уже профукал три фиолетовых кристалла. Их просто забирали раньше меня, мне просто не везло. Ну вот я говорю, здесь нужно заходить во время, когда людей не очень много, и тогда доход ваш будет намного больше, потому что конкуренции будет меньше. Вот такой вот интересный проект. Решайте сами, стоит он вашего внимания или нет. Опять же, повторю, здесь заработать можно практически без каких-либо вложений. Вам понадобится только немножко денег для того, чтобы оплатить комиссию Метамаска. И давайте как раз сейчас мы об этом поговорим. Как настроить свой Метамаск под сеть Polygon, и как перекинуть на сеть Polygon несколько центов для того, чтобы оплачивать свою комиссию. Итак, давайте приступим. Для того, чтобы перевести свой Метамаск из сети Binance Smart Chain в сеть Polygon, вам нужно добавить сеть. Мы переходим вот сюда, нажимаем кнопочку «Добавить сеть». И у нас выскакивает вот такое вот окошко, в которое мы должны будем ставить вот всю эту информацию. Имя сети – это Polygon MyNet. Далее, новый RPC. Выставляем сюда вот эту всю информацию, друзья, я вам оставлю в описании к этому ролику. Символ валюты – это должен быть у нас матик. И адрес блока. Вводим. Нажимаем «Сохранить». У меня здесь ошибка, потому что у меня сеть Polygon уже добавлена. Но после того, как вы нажмете «Сохранить», у вас Метамаск будет переключаться на сеть Polygon. То есть у вас будет возможность выбрать здесь Polygon. Вы переходите сюда, и здесь, собственно, будет все, что вам нужно. Именно с этой сети вы сможете подключиться к этому проекту. Вам нужно будет нажать «Connect», подключить кошелек. Там выбрать браузер и выбрать Метамаск. Выбрать сеть Polygon, и он у вас подключится. Также, для того, чтобы оплачивать комиссию, вам здесь потребуется матик. Как его купить, как его перевести на сеть Polygon. Сейчас я вам об этом расскажу. Здесь есть несколько вариантов. Самый простой вариант. Вы просто заходите на Binance или на любую другую биржу. Покупаете матик за доллары в нужном вам количестве, в котором вы хотите. После чего переходите в Метамаск, копируете адрес вашей сети Polygon. И перекидываете с Binance на ваш Метамаск этот матик. И все. Собственно, это все, что вам понадобится. После этого вы можете заходить в игру, подписывать транзакции и оплачивать комиссию в виде этого матика. Второй вариант. Вы можете перейти на какую-то свапалку. Типа PancakeSwap или OneInch. И все то же самое осуществить там путем обмена на своем основном Метамаск кошельке. Я думаю, если вам нужна более подробная информация, вы сможете ее найти в Ютубе. Я просто хочу вам показать, что это не так сложно, как многие думают. Все просто. Подключаем Polygon, скидываем туда матик, заходим в игру, начинаем играть. Все просто мега просто. И разберется даже новичок, если даже он ничего не знает. Я думаю, пару минут погуглить, и вы во всем сможете разобраться. Касательно самого проекта, он меня очень симпатизирует в плане маркетинга и продвижения. И я думаю, что в будущем его можно будет попробовать не только на бесплатной основе, но и попытаться вложить в него какие-то деньги и посмотреть, что из этого получится. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам эта игра, нравится вам этот проект или нет. Потому что некоторые зрители писали, что им удавалось зарабатывать 30-40 долларов за день. Очень интересно будет послушать мнение большинства на этот счет. Я также надеюсь, что это видео было вам полезно, и вы поставите ему лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал, на ютуб канал, в общем, все вы знаете, в принципе, сами. Буду на этом прощаться, с вами был Клауд Гео, всем удачи, всем профита, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok